Итак, всем здравствуйте! Сегодня я прочитаю истории от подписчицы, отвечу на вопросы, дам свои комментарии. Давайте приступим. Если вам нравятся такие форматы видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так что давайте приступим. Давно смотрю ваши видео, мне нравится, как вы подмечаете какие-то мелочи и отождествляете их с характером или сущностью человека. Удивительно, как вы это умеете. Ничего удивительного, меня там в институте научили. Может, вы сможете подсказать и мне, почему у меня в жизни все складывается не так, как хотелось бы. Сразу первое, да, не так, как хотелось бы. То есть не по моему желанию. Я симпатичная, худенькая, ухоженная, есть образование, всегда была хорошая работа, но личная жизнь у меня никогда не складывалась. Было несколько долгих отношений, каждые примерно 4-5 лет, но все они заканчивались тяжело. Когда я жила в Украине, мой парень после 5 лет меня бросил и женился на девушке своего лучшего друга. Находясь в шоковом состоянии от этого, я познакомилась с датчанином и случайно забеременела. Мы плохо знали друг друга, но мне тогда было 30 лет, и я решила рожать, даже если буду матерью-одиночкой. Он предложил пожениться, и так как я была все равно в декрете, решила попробовать пожить с ним. А если не сойдемся характерами, я бы вернулась домой. Так я оказалась в Дании. Я очень быстро забеременела вторым ребенком. Еще будучи беременной, я поняла, что мы с ним не сможем жить долго и счастливо, и решила вернуться домой. Но не тут-то было. Хоть я и родила первого ребенка в Украине, ребенка я вывезти из Дании уже не имела права, и тогда началась 7-летняя история нашего расставания с этим человеком, который оказался еще очень агрессивным, поднимал руку и на меня, и на детей. Я не могла вывести ребенка, но и оставаться жить в Дании, если развелась бы, не могла. Меня бы депортировали, а ребенок бы остался в Дании, и тогда я решила получать ПМЖ, а потом развестись. Правила получения ПМЖ несколько раз менялись в этот период, и поэтому затянулось все это очень надолго. В течение совместного проживания иногда у нас налаживались отношения, но в общем все было плохо. Мы ругались часто, и он делал все, чтобы достать меня, а я старалась меньше бывать дома, чтобы минимизировать конфликты. Когда я забеременела третьим ребенком со спиралью, я была в шоке. Я сначала хотела сделать аборт, потому что не представляла, как я буду жить в этом аду еще и с тремя детьми. Но подруга меня переубедила, и тогда я решила разводиться, несмотря ни на что. К тому времени вышел закон, что второй родитель сможет остаться в Дании при разводе до совершеннолетия ребенка. Я прошла 7 судов, чтобы получить детей, полную опеку над ними. И моя и так расширенная нервная система совсем стала плохой. Я стала очень нервная, молча начала кричать по пустякам. Когда младше было 10 месяцев, я познакомилась с мужчиной, с которым живу сейчас. Когда я его встретила, меня покорило его спокойствие, уверенность. Он был как гавань, в которой можно наконец-то причалить и отдохнуть. Он помогал писать письма в суд. Мы проводили все выходные вместе. Он познакомился с моими детьми, меня со своей семьей. Он дарил подарки мне и детям. Если мы куда-то и шли, он брал расходы на себя. У нас было все так хорошо и в интиме в общении, но замуж он меня не звал. И так прошло 3 года. Я жила на съемной квартире, и в один прекрасный момент меня попросили съехать, так как хозяин хотел продавать дом. Я начала искать новое жилье, но мне не удавалось найти подходящее. Подходило время выселения, а выезжать некуда, и тогда он предложил мне переехать к нему. Когда я спросила, а как кто, он сказал, чтобы жениться, надо пожить вместе и убедиться, что все функционирует. Так как у тебя было трое детей и очень удачный брак, как он мне сказал, мне показалось, да, это логичным. Перед переездом мы обговорили все моменты совместной жизни, экономическую сторону и все остальное. Когда мы переехали все наши договоры, он резко забыл, и все пошло не так, как мы договаривались сразу. Например, мы договорились после переезда объединить наши страховки, так бы было дешевле, или платить за еду и другие товары пополам, а я бы ему отдавала какую-то фиксированную сумму за воду, свет и так далее. Но он отказался объединять страховки, сказав, что это не важно, и мне пришлось покупать все самой на 98%. Но за свет и воду он не прав. Сумму, которую я тратила, в итоге уходило больше, чем по нашему договору. Но я подумала, ладно. Через полгода я спросила его о браке, на что он сказал, что он против брака и никогда не хотел жениться. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Потом думаю, ладно, может это и не важно. Здесь многие так живут без брака. Вот я здесь, пожалуй, уже тормознусь, да? У вас уже это не первый раз, когда вы говорите, ладно, это не важно. Ладно, то что? Когда я против, когда мне не нравится, когда мое истинное желание протестовать и что-то менять, вы не рискуете, а уговариваете себя, скажу такое слово, замолчать, подавить в себе свое желание. Из-за каких-то страхов и неуверенностей в себе вы не меняете ситуацию, а продолжаете затягиваться в болото. И потом вы, этих звоночков уже дофига было и больше. Уже даже с вот этим последним мужчиной. Он не все, вы все пытаетесь и пытаетесь, все даете какие-то шансы, вы все надеясь непонятно на что, но вы себя не слышите, а, не знаю, какие-то потребности свои хотите закрыть, и они уволиваются в приоритете. Вы, у вас нет внутреннего диалога с собой, вы свои желания не слышите, не умеете слышать. У него нет детей, и я предложила ему общего ребенка. Он сказал, что не хочет. Смотрите, зачем вы предлагаете общего ребенка, когда человек сказал, жениться не хочу и не хотел, объединять с тобой счета не хотел, а вы ему пытаетесь предложить объединиться ребенком, которого он не хочет, нести ответственность за которого он не хочет. Это еще четвертый ребенок вам на руки по итогу будет, потому что он не хочет. Вы не слышите просто его желания. Знаете почему? Потому что если вы услышите его желание, что он не хочет жениться, а просто хотел сожительствовать, вот это-то-то-то, вам придется что-то менять, вам придется расставаться, разъезжаться, вам этого делать не хочется. Вы намеренно свои желания не слышите и автоматически не слышите желания других людей. Он четко все говорит. Вы позволяете быть, вы просто соглашаетесь на меньшую позицию всегда, вы не остаиваете свое желание, потому что вам тогда с ним расставаться бы надо было. Вы этого делать не хотите. Соответственно, ну для него вы соглашаетесь. Он говорит, а я не хочу жениться, вы говорите, ну ладно, не будем, живем дальше вместе. Ты обещал страховки объединить, а я не хочу. Ну ладно, тогда не будем. Вы на все соглашаетесь, вы на все говорите, ну ладно. Вот в чем проблема. Читаем дальше. Про ребенка. Нам тесно в его доме, у него холодильник с двумя потоками, как в отеле. А нас пять человек. И мне приходится хранить продукты в гараже, потому что там стоит большой холодильник. Большой холодильник купить тоже нельзя в его кухне, потому что испорчу дизайн. Давай купим дом побольше пополам. Он говорит, не хочу, меня мой дом устраивает. Ну хорошо, думаю, может действительно не хочет дом менять. Привык, предложила ему купить тогда дачу. Думаю, хоть там сделаю, как хочу, что-то по-своему. Но он сказал, что это ему неинтересно, и он лучше инвестирует эти деньги в акции. Вы видите, человек не хочет объединяться, не хочет будущего. Ему комфортно в своей зоне. Он вам, начиная с медстраховки и счетов объединения, сказал, что этого не хочет. Вы его продолжаете давить, не слышите его в упор желания, и предлагаете ему разные вариации своих желаний. Отдавай дачу, отдавай дом, отдавай холодильник. Вам уже четко говорят, не хочу. Это моя территория, на ней ничего менять не хочу. Съезжать со своей территории не хочу. Мне здесь безопасно и комфортно. Я могу за него договорить, если он не договорит. Тебе не нравится, вставай и уходи. Это следующая фраза, которую от него можно услышать. Продолжаем. И я пришла в ступор. После четырех лет совместной жизни он ничего не хочет со мной общего. А я хочу быть хозяйкой в доме и непожизненной гостьей. Спрашиваю, может ты разочаровался и не хочешь со мной больше жить? Говорит, хочу. Мы с ним ругаемся, ну спокойно. Он говорит, что я кричу на него, а я просто высказываю, что мне не нравится. Он говорит мне, что я должна сосредоточиться на позитивном. А что тогда делать с негативными моментами? Нельзя же даже их обсуждать, получается. Наша интимная жизнь сошла на нет, и наши отношения стали холодными. Больше я не чувствую себя желанной. Хотя он меня еще целует по утрам и говорит, что любит даже после ссоры вечером. А меня это раздражает, что он ведет себя так, как будто ничего не случилось, ничего не намерен опять менять. И хоть я его люблю, но не могу жить на таких условиях всю жизнь. Он мне говорит, больше я тебе предложить ничего не могу. Пожалуйста. Он ему намекает, дорогая, если тебе не нравится, вставай и уходи. Меняй. Я менять ничего не буду. Это не тот случай, если вы меня спрашиваете, а что же делать, как работать над отношениями? Здесь никак. Вам партнер четко говорит, я не хочу никак работать над отношениями, ничего менять не хочу. Мне комфортно. Мне хорошо. Ты либо меня таким принимаешь, либо нет. Все, точка. Вы как бы выводы делаете, не то что выводы, принимайте решения. Вам четко, конкретно говорят, что хотят. У меня вопрос. Почему так происходит в моей жизни? Что я сделала не так или что со мной не так? Почему после семи лет отношений я опять зашла в тупик? Второй вопрос. Я решила уйти от него, но моя младшая дочь знает его все же не так. Сейчас окей, сейчас решим это. Давайте с первого вопроса начнем. Почему так происходит в моей жизни? Что я сделала не так или что со мной не так? Почему я зашла в тупик? В тупик вы зашли, потому что вы не слышите своих желаний. Когда у вас что-то происходит не так, как вы хотите в жизни, вы это игнорируете. Говорите, а ладно, а может быть и так сойдет. И когда вы попадаете уже в ситуацию, вы не слышите человека, своего партнера, его каких-то желаний. Продолжаете ему навязывать свою картину, как вы хотите, ваше только желание. Он, естественно, короче говоря, вот все, что вы сейчас зашли в тупик с этим мужчиной, я не буду там все перечитывать, там можно очень легко разобрать детали. Но я просто скажу, вы его не слышали с самого начала его желаний. Вы больше, скажем так, обманываться сам рад, да, вы давали за желаемое то, что происходило, нежели он говорил, что это будет. Вы больше додумывали. Да, он где-то помалкивал, но он и не обещал вам дофига, понимаете? У вас с ним расходились взгляды на семью, на вот эти счета и все прочее. Надо было сразу решать момент и слышать свое желание, когда вам плохо в отношениях. Вы умалчивали, игнорировали страха его потерять, возможно. Ну вот, вы пришли в тупик, вы несколько лет, человек говорит, да ладно, мое желание не важно. Он привык, что и ладно, вам же ничего не надо, вы ни за что не боретесь в отношениях. И, ну, о чем тут вообще, собственно, о чем говорить-то? Ну вот, такой тупик, да. Вам тут просто вставать и уходить, искать другого человека, заново начинать и учитывать свои ошибки в прошлом. Вот что я могу сказать. Знаете почему? Да потому что он открытым текстом говорит, ничего менять не собираешь, меня сейчас, как есть, все устраивает. Поэтому ждать от него изменений, работы над отношениями не стоит, он вам уже ответил. Ваш максимум, вы можете просто сказать, слушай, если ничего меняться не будет, я встаю, ухожу. Ну и все. И он тот, тогда вам ответит, нет, я тебя люблю, оставайся, я постараюсь, обещаю тебе поменяться. Или он скажет, ну, давай, иди. Ну, вы знаете, скорее всего, будет второй вариант, поэтому вы не хотите этого делать, вы не доводите до этого и так вопросы не ставите. Возможно, у вас страх его был потерять, и к этому так и пришло. Второй вопрос. Я решила уйти от него, но моя младшая дочка знает его всю жизнь, и они любят друг друга, он хочет ее удочерить. Стоит ли на это соглашаться, если я не буду с ним в будущем или создам себе этим дополнительную проблему? Плюс в том, что у нее будет папа, хоть и не родной. Если со мной что-то случится, он будет кому-то позаботиться. Да и детей у него нет, будет его наследницей. Его родного отца она никогда не видела и была категорически против из-за насилия с старшими детьми и добилась это через суд. Смотрите, вот это не желание ребенка, а ваше, наследница, потому что у него нет детей. Ну смотрите, у него сейчас нет детей, а потом появится, а наследство она получит меньше. Вы вообще подумайте, если это какой-то вот этот вывод, такой назовем отчасти, окей, про финансы, вы хотите прикрепить ребенка к человеку, связать, с которым вы собрались расставаться. Знаете, о чем он так говорит, что расставаться вы не хотите. И вы максимально за него цепляетесь даже вот этим, чтобы была связь, чтобы было общение, чтобы вам не остаться одной. Вы максимально всю жизнь за кого-то цепляетесь. Вы ждете, чтобы вас за вас что-то делали, решали и так далее. Поэтому вы родили три ребенка от мужчины, изначально с которым там у вас уже проблемы были, вы продолжали рожать детей. У вас был выбор про аборт, они говорят, что надо делать аборт и агитировать еще к чему-то. У вас был тот момент выбор, вы его переложили на подругу, вы сказали, меня подруга переубедила. Так подруги рожать или вам? Подруги вашего ребенка кормить или вам? Что же она меня переубедила? Это ваш выбор. Вы из себя не снимаете ответственность. И вот сейчас моя младшая дочь женает его всю жизнь, и они любят друг друга. Но если он любит и хочет усыновить, предлагает удочерить, так пусть на вас женится и удочерит ребенка. В чем проблема? Вы ему подпихиваете своего ребенка из предыдущего брака. Но вы себя этим связываете через ребенка с этим человеком. Понимаете, мы рожаем детей, у нас вот эта генетическая, эмоциональная связь на всю жизнь через ребенка с партнером остается. На всю жизнь. И неважно, хороший он, плохой, развелись мы или вместе. Вы вписали себя, ребенка, этого мужчину в историю. А вы с этим человеком, который с вами быть не хочет, точнее он как бы хочет на своих вот этих правах безответственности, хотите ему навесить в ответственность вашего ребенка другого мужчину, хотите себя связать с этим мужчиной. Так вы что хотите-то вообще? Вот видите, вы не знаете свои желания. Если мы берем логически, рассуждаем, да, чисто вот не психологически, по бытовому, я вам скажу проще. Если вы собрались уходить, уходите. Какие могут быть отсутствия, удочерения и всякая прочая история? Мы вычеркиваем человека, расстаемся, если вам что-то не нравится. Если вам нравится, вы остаетесь, продолжаете удочерять, усыновлять и делать, что хотите. Вы остаетесь с этим человеком. Вот на таких условиях. Но если мы расстаемся, значит мы расстаемся. Вы не знаете, чего вы хотите. Ваше желание уйти от него не истинное. Потому что истина, по факту, вы хотите его привязать к себе ребенком, этим усыновлением. Я не говорю в юридическом плане, про деньги, еще про что-то. Это просто эмоциональные. Это просто ощущения, эмоции, чувства. Вы хотите вписать свое, скажем так, семейное древо в человека чужого, абсолютно стороннего, который вам не нравится. Это не отец вашего ребенка. Какой-то дядя вообще сторонний, с которым вы не живете. Вы планируете? Видите, он бы мог ее удочерить, если у вас был бы брак. Или вы планировали дальше с ним хоть как-то жить, даже без брака. Вы уходить собрались. Вам зачем это заземление с ним нужно? Я что-то не понимаю. Логики как бы здесь, понятия нет. Но я знаю, какая логика. Вам страшно расставаться. Вообще страшно быть одной. Не надо этого делать. Вы делаете хуже. Понимаете, дело в том, что вы решаетесь с другого человека. Ваша дочь должна вырасти и сама решить, чего она хочет. Вы принимаете решение, решаете свои проблемы, свои чувства за счет ребенка, несовершеннолетнего, который вправе сам что-то выбирать. Вот вырастет, но с ней захочется. Пусть они общаются без проблем. Не запрещайте общаться. Расставайтесь с ним, общайтесь, дружите. Будет ей 18 лет, пусть он ее удочеряет. Если тогда эта тема будет актуальна. Я думаю, она потеряет свою актуальность. Никто же не запрещает им любить друг друга, общаться и чувствовать, что она его дочь. Ну или ей там будет, не знаю, 11-12 лет. Пожалуйста, предлагайте. Пусть она дает свое согласие на вот это удочерение. Но вы не забывайте, это не просто бумажка и наследство, что человек имеет право родителя над ребенком. 50% как и вы. Задумались юридически, что это значит вообще? Если вы даете право на своего ребенка, соглашаетесь чужому человеку. Не скажу, его дарите, но участвовать в его жизни как минимум и распоряжаться судьбой человека, вашего ребенка, до 18 лет по закону, когда родители несут ответственность. Подумайте вообще, что за этим может стоять. Вот такие мои комментарии. Кто хочет написать ваше мнение по этому поводу, пишите тоже по этой истории. В инфобоксе под видео почта, куда вы можете прислать для разбора на канале анонимную историю свою. Если вы хотите получить психологическую консультацию, индивидуальную, то напишите в теме письма, консультация, я вам вышлю условия. И в инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых главных новостей из Турции. Скоро увидимся, всем пока.